Другое ставишь. Потребность человека пытаться понять. Тогда будет любовь. Потому что есть любовь, это божественная энергия. Она между нами, допустим, Бог дал любовь людям. Или мы сами, типа, я сама нашла, я сама полюбила. Как ты можешь полюбить сама? Бог открывает, во-первых, божественное в одном человеке, в другом. Вы во всех видите божественное? Знаете, что у всех людей есть божественное? Девушка, когда появляется на свет, девочка маленькая, Бог ей дает божественное. Подарки ей дает. Человек рождается, Бог дарит ей доброту, нежность, красоту, верность, застенчивость. Божественные женские качества. Это божественные, поэтому все влюбляют, что они божественные качества. Нечеловечные, говорят, девушка. Слово Деви означает богиня на санскрике. Девушка на русском. Значит, божественные. Мужчина тоже, слово муж у нас на русском языке. На еврейском языке, допустим, бау. Бау на санскрике переводится сила. Сильный значит. Мужчина, божественные качества мужские. Ответственность, рассудительность, терпение, щедрость, серьезность, самообладание, смелость. Привлекает внимание к качеству божественным. Бог дает всем мужчинам, женщинам подарки. И проявляет это в отношении человека. И проявляет не имеет значения. Это от его развития зависит. Он понял себе эти божественные качества или нет. Но влюбляемся-то мы в то, что Бог нам показывает. Значит, они в человеке есть. Если ты в человека влюбился, значит, у него есть это все. Любовь не может быть, нельзя дерьмо полюбить. Божественные люди только любят. Поэтому я не могу полюбить сам человека. Бог не открывает божественные качества. Если бы я сам мог, я бы всех любил сразу. Потому что святые люди всех любят. Почему они святые? Почему так хорошо? Они всех любят. Они видят божественное во всех. Классно так жить? Все тебе приносят счастье, все люди. Это святость уже. Это очень высокий уровень. Но обычным людям Бог дает возможность увидеть святость только в конкретном человеке. Он открывает человека тебе. Почему? Потому что тебе положено счастье и страдание от него испытывать. Такая судьба. И если ты не понимаешь, что это Бог дал, тогда ты привязываешься к человеку, начинаешь его с Богом гудать. Теряешь себя. Зависимость появляется от человека. Надо зависеть только от Бога. Потом мы оскорбления начинаем создачать друг на друга. Перестаем видеть оскорблять человека, не будешь видеть божественных качеств. Любовь пропадает сразу. Если ты видишь, не видишь божественных человек, не можешь любить уже все. Границы опять нарушаются, потому что ты начинаешь злиться на человека, ненавидеть его. Ты неправильно себя ведешь. Твое чрезмерное приближение от зависимости отбывает противоположное чувство. Это все меняется. Когда человек не может любить правильно, у него всегда две стороны медали. Первая сторона медали – это зависимость от человека. Вторая сторона медали – анторжение. Я тебя люблю. Пату-пату-пату-пату-пату-пату. Больше не люблю. Пату-пату-пату. Это примерно так, как все это происходит. То любовь, то ненависть – две стороны незрелой любви. Две стороны незрелой любви. Несовершенной. Совершенная любовь означает, что ты служишь. Учиться служить нам. Иисус Христос принес совершенную любовь. Не укидали камнями. Ему повесили на голову колючки вот эти стервного венка. Крест ему дали свой, на который ему распил. И он должен вверх был на городке, на Голгофу. И он шел, падал, опять вставал. И он улыбался всем, любил людей. Ради них это делать. Это божественная любовь. Мы, конечно, так не сможем, но надо к этому стремиться. Раз Бог показал, к чему стремиться, надо знать, что я учиться этому. И вот именно так, потому что люди думают, что я должен счастливым быть в отношениях. И когда отношения начинаются, он думает, блин, за что страдали? Почему мы страдали? Потому что мы не освоили божественную любовь. Значит, зависеть от человека, значит, будешь страдать. Чем сильнее зависишь, чем сильнее эгоистично воспринимаешь любовь, тем больше будешь страдать. Тем больше будет чувство несправедливости, обида, отчаянное, злобо, неприятное ощущение. Зависимость от тех, кто тебя предает, и вот это самое ужасное. Человек изменил, а ты как бы перед ним стерешься. Зависимость. Особенно опасно, когда ты зависишь от человека, который недостоин уже любви. Он предал тебя, измена, надругательство над человеком. И так далее. Поэтому дистанция, это не то, что типа, я тебя нос отвернула и пошла. Это не дистанция. Дистанция означает, что ты не зависишь. Ты служишь человеку, заботишься о нем, но при этом не требуешь к себе любви. Это очень высокий уровень. Но к этому уровню надо стремиться, чтобы счастье было в отношении. Потому что когда ты служишь и ничего не требуешь, результатом будет только благодарность. Результат такие вот. Только благодарность. Человек будет благодарен, что такой человек рядом находится. И благодарность это что такое? Это значит, что ты свою плохую судьбу с ним победил уже. Ну как победил? Преодолел какой-то как гору. Я вспомнил. Позавчера 8 часов летел ночью. И там вылетел 9 вечера, а прилетел 2 часа дня. Потому что еще 8 часов прибавка идет по времени. И финский залив зашел, постоял на 5 слоев, потом в ванну, на 5 слоев горячий, потом 5 финский залив, потом поел, немножко отдохнул, поспал, сейчас ночь бессонная. Потом опять финский залив, опять слой по 5 ванну, опять финский залив на один слой. И когда я второй раз пошел в финский залив, то я почувствовал, что я не хочу. Мне так тяжело, мне плохо, мне надо хочется лежать. Я понимаю, что если я буду лежать, то будет еще хуже. Мне надо вибрации самолета вытащить из себя, только вода это делает. И опять зашел, и мне так тяжело, и какой-то момент раз, я почувствовал, что стало легче. Пробил, пробил блок вот этот токсинов, который сформировался в самолете. И сегодня тоже во время пробежки, тоже бегу, чувствую, уже нет сил, все, как бы бежать тяжело, сегодня очень долго. И в какой-то момент раз, в конце уже самой пробежки, раз, и все, жизнь пошла. Потом в воде постояло, и все отлично совсем стало. Я сейчас выгляжу, что я там супер уставший, нет? Просто вы можете сказать, что вы не будете? Нет, это результат из тех. Вот точно так же человек может пробить свою судьбу в отношениях. И результатом этого, ну, то есть подвига, ты служишь человеку все время, когда ты уже не ждешь ничего. Как определить, что ты ничего не ждешь? Ты получаешь от него пневмя? А тебе не больно. Значит, что ты уже наполнен Богом, и ты уже становишься сильным в отношении к человеку. Ты можешь его воспитывать шуточками, прибалочками. Так классно чувствовать. То есть судьба не действует через него на тебя. Она есть, но она стала слабой. Она ничего не может делать. И тогда, когда ты еще к этому добавляешь, что ты просто выполняешь свой долг перед Богом. Не перед человеком. Перед Богом. Потому что, когда ты что-то делаешь для кого-то, нужна благодарность. Причем очень качественно, иначе делать не хочется. Бескорыстно, что ты сделал, нужна хотя бы благодарность. Иначе это просто игра в одни ворота. Есть два варианта. Это смотреть на человека и ждать благодарность. Второй вариант. Посмотреть сюда и здесь благодарность. Люди, в основном, смотрят наружу. Получают комбинацию из трех пальцев. Киг-ван. Китайскую избу. Понятно? Мы сегодня бегали, и один молодой человек ходил, что-то слушал, какую-то лекцию там. Ну, вообще он с нами не связан. И мы повторяли, и мы все время, когда пробегали мимо. Он там же ходил по тому же маршруту, что мы бегали. И мы, когда пробегали мимо, мы ему кричали, доброе утро. Сначала так на нас посмотрел, дальше пошел. На второй раз, доброе утро, он такой чуть улыбается. На третий раз, доброе утро, он уже такой сильно улыбается. На четвертый раз, доброе утро. Он такой повернулся, говорит, и вновь доброе утро. А в следующий раз, когда мы побежали, мы уже, счастья ему. И он такой, ааа. Пробило. И когда вы пробиваете человека своего оптимизма, доброго настроения, близкого человека, то у него в сердце, в сердце кто находится? Он из сердца вам. Ааа. Это называется благодарность. И когда Бог резко из сердца вот так делает вам, то человек уже бессилен. Он не может вам сказать нет. Вырос и как бы Бог. Благодарность означает, что Бог вам показал, что вы перешли через город. В своей судьбе, которая тяжелая всегда в отношениях с людьми, вы перешли через город. И вот эта вот благодарность уже исходит из человека. Все. Значит, выдохните. Дальше все будет легче, потому что вы можете уже просто по-доброму, нежненько, ласковенько воспитывать человека. Означает, что-то ему сказать в шуточку, чтобы он понял. Я, допустим, когда я служил своей жене, она любит командовать у меня, страшно просто, обожает. И я ей вот решил вообще, как бы, все, что она скажет, нормально. Там, что-то мог выполнять, что-то не мог выполнять. И в один прекрасный момент я почувствовал благодарность в сердце. И потом я подошел к ней и говорю, как ты думаешь, это нормально, что у нас один человек только прав в семье, а другой всегда не прав. И что она мне ответила? Нормально она сказала. Благодарность-то никуда не денешься. Она потом начала задумываться уже. Классно же вот так, да? Спокойненько, аккуратненько поменять низкого человека силой своей, духа. Да? И это все работает только одним образом. Надо научиться чувствовать благодарность от Бога. Это самое сложное. Надо научиться с Ним контакт установить. Вот ты, допустим, готовишь с молитвой, пищу приготовила, не от мужа благодарность, а вот здесь в сердце почувствуй, понравилось ему или нет. А еще если на алтарь поставишь, потом посмотришь в сердце, как? И вот такой вот с Богом идет обмен. Вот скажешь, а люди наши, а как его там чувствуют? Через глубокое удовлетворение. Вот, допустим, ты, есть удовлетворение от души, от меня, есть удовлетворение от Бога. Вот, допустим, ты заработал много денег и такой сразу, опа, эээ. Это удовлетворение от меня. Оно расслабляет, успокаивает. Ощущение такой гарантии в жизни, как-то все спокойно. Как-то дела, да, все нормально. Как-то все так нормально. Вот, это от себя. Но это тоже надо, конечно, надо. Насколько сильно, другой вопрос уже. Люди всю жизнь на это кладут, чтобы вот это удовлетворение от души получить. Свинячую такую радость. А есть глубокое удовлетворение от Бога, прям такое, глубокое. Вот это уже круто, если человек его почувствовал в жизни. Вот когда человек такое удовлетворение чувствует, ему уже ни от кого особо не надо подтверждения. У меня такой момент поступил в этом раз в жизни, что я прям почувствовал от Бога благодарность за лекции. До этого я сильно ждал, как люди среагируют. А потом, когда я это почувствовал, как-то так спокойно стало. И как просто выполняешь свой долг, там нравится, там не нравится, служишь, просто заботишься. И чувство такое спокойствие, счастье. Просто давать знание и не беспокоиться о том, как воспримут. В отношениях тоже с близким человеком это работает. Ты от Бога счастья чувствуешь, и Он тебя начинает уважать, потому что из тебя сходит настоящее достоинство. Есть два вида достоинства. Есть не настоящие достоинства, а есть настоящие. Ненастоящее оно вот так вот выглядит примерно. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть. Я вам дам очень ценное знание. Больше нигде не получите. Только здесь. И так все сидят, их тошнит. Они знание, конечно, хотят получить. Самое ценное. Они верят, что отсюда именно самое ценное знание, когда человек так себя ведет. У него никакого знания нет, он пустышка вообще. Ну, схватался где-то и понты. Главное понты кидать. Но здесь нет знания. Самое ценное знание, оно связано с Богом всегда. Человек не может давать никому знания вообще сам. Только Бог дает знания через людей, если люди достойны. Поэтому то же самое в семье. Все самое ценное в семье после. Сначала благодарность от Бога за ваше желание служить близкому человеку. Вот Бог вам дал человеку. Мне одна женщина говорит, Олег Геннадь, я не могу выйти замуж. Почему? Я говорю, Бог вам не доверяет мужику. Он говорит, почему не доверяет? Я говорю, ну вы одного бросили по-свински. Потом второго бросили. Она говорит, да. Я говорю, потом третьего. Да. Я говорю, а что думаете, у Бога, мужики, это что, расходный материал что ли? Ему жалко мужичка для вас. Она, я поняла. Да. Поэтому, говорю, не дает. Надо мужичков как-то беречь. Нельзя так жестоко обращаться. Понятно? И поэтому Бог мужичка дал, надо его сделать счастливым. Он, конечно, такой, знаете, такой, блин. Ну, женщины вот все недостатки мужиков видят насквозь, вспоминают их на всю жизнь. Ну, Господи, что же мне такое досталось-то? Они так думают. А вот, что вы думаете, что Бог вам должен сразу как бы дать маму небесную? Он дает вам на вырос. Вот, а кто еще изменит мужичка? Кто его изменит? Кто ему поможет? Мужички, знаете, они никого слушать не хотят. Я сам тебя знаю. Единственное, остается только жена. И то не сразу. Постепенно только она может помочь. Со временем. Ну, вот Бог дает. А кто еще ему поможет? Знаете, жена может мужчину, которому положено вам, в рай отправить. Подтверждение. Поэтому Богу дает, чтобы она его потихоньку с любовью изменяла, воспитывала. Это его задача Бога. Вот жена вложилась, как бы мужа поменяла, а Бог потом ей дает милость свою. Все так в мире все устроено. Ты вложился в других, Бог тебя вкладывает. Всегда так бывает. Но чтобы было нормально жить, не унижение, чтобы не было, надо сначала почувствовать от Бога удовлетворение. Вот ты делаешь что-то для близкого человека по-доброму. Если ты от Бога не почувствуешь, что Он благодарен тебе, никакой ощущения независимости не будет, никакой дистанции не будет. Это невозможно. Надо от Бога что-то. Если вы не хотите, чтобы вам не было стыдно на лекции, надо выключить мобильный телефон. Потому что в отличие от современных залов, это зал создан по древнему искусству акустики. Потому что раньше микрофона не было. Надо было говорить так, чтобы все слышали. Понятно? Там слышно сзади? Да. Вот это так были залы устроены раньше. Что вот создавалась такая акустика, что было слышно аж сзади без микрофона. Поэтому все, что у вас зазвенит, даже пукать надо аккуратно. Некоторая Алиса еще включена у них. Кустика же сильная, я говорю, она что-то там комментирует. Сначала мы начинаем что-то делать, поэтому алтарь дома нужен. Потому что когда ты пищу готовишь, надо об алтаре думать. Когда ты, допустим, разговариваешь с мужем, надо об алтаре думать. Вот я для тебя это делаю, я бы сама давно его сбросила. То, что ты мне его поставил. Я вот поверил Олег Геннадьевичу и решил попробовать для тебя, для твоего удовлетворения с ним жить. Хотя, блин, это вообще невыносимо. Для нормального человека. Вот. Ну, примерно так вот. И постепенно Господь начинает такое глубокое удовлетворение в сердце. Оно сопровождает спокойствием, знанием, силой, достоинством, уверенностью в завтрашнем дне. Все это от Бога приходит сразу. Такие много гарантий сразу. Если от него приходит благодарность, удовлетворение. Оно сначала небольшое, потом сильнее, сильнее, сильнее. И когда удовлетворение пришло, все, человек защищен. Он делает что-то для близкого человека? Благодарности нет? А нам все равно. Ну, то есть, вообще никаких проблем. У кого так получается уже? Поднимите. Вот вы все можете соблюдать дистанцию. Вы все можете знать точно, какое расстояние надо выбрать по отношению к человеку, чтобы быть счастливым в отношении. Где ваши личные границы? Вы узнаете. Потому что самая главная проблема, что вы сами эти личные границы нарушали. Мы сами же идем впасть куда вот. Это наша проблема, что мы сами это делаем. Мы сами лезем туда, куда нас не суют. Ну, а если человек это делает, особенно после благодарности. Если до благодарности, конечно, полной защиты нет. Это такой шаг в пропасть немножко. Ты служишь, и он наклеит. Это всегда так. А потом, когда благодарность пришла, то он, допустим, пытается отнаглеть, а уже невозможно. Потому что Бог вам благодарен. А он чувствует Бога внутри, что он вам благодарен. Он чувствует, что ты очень хороший, блин, человек. Гораздо лучше, чем я. И я на тебя там наезжаю. Он сам чувствует, что так не надо делать с тобой. Неправильно поступает. То есть, Бог уже отменил. То есть, он не дает тебе воплощать его злую судьбу. Потому что как это происходит? Бог вдохновляет сердце. Ты прямо чувствуешь, надо ему сказать, надо сказать. Сказал. И чувствуешь, правильно сделал. А тот чувствует боль, несправедливость человека. Вот так это работает. Мы очень сильно чувствуем недостатки близких людей. Гораздо сильнее, чем свои. Одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, мне муж изменил. Так сказал, да, меня муж изменил. Со страдания очень большие. Я говорю, чувствуете несправедливость? Она говорит, это ужасно, это ужасно. Я говорю, ну вы ему сами чуть раньше изменили. Она говорит, да, нет. Улыбается, уже не ужасно. Как сама изменила, нормально. Как и он изменил, ужасно. Вот так мы живем всю жизнь. Мы вот в своем глазу брена не замечаем, в чужом соломинку чувствуем, как боль. Такая у нас ситуация в жизни. Надо это признать, что так вот все устроено. Такая иллюзия создается, что я хороший. Близкий человек плохой. Много чего не знаем. Допустим, женщины боготворят свои эмоции. Они считают, ну это же нормально ему все сказать. Допустим, она говорит, пойдем, поговорим. Он говорит, можно завтра? Я сегодня устал с работы. Ну то есть она эмоциями толпанула и даже не заметила. Что эмоции это такая сила, от которых мужчины нет защиты. Вообще нет. Они сразу глубоко в сердце идут. Поэтому он и влюбился, что эмоции женские влюбили его. Но именно позитивные. А негативные так же, как любовь. Они колят, очень ранят сильно сердце. Не знают женщины. Мужчина думает, что если я ей скажу все правильно, она то не должна меня понять, если она не дура. Серьезный вид такой сделка, начинает и Макбокин звонит. А женщина для этого невыносимая. У нее голова начинает болеть. Все лебенеет. Она не понимает, что он хочет сказать вообще. Тяжело слушать это все. Потому что надо улыбаться. И говорит, да, мой хороший. Голова тряхнет, тряхнет. Я правильно все описываю? Тяжелая ситуация в жизни. Вот так мы друг друга воспринимаем. Такая ситуация у нас. Вот в этой ситуации надо как-то счастливо жить. Для этого мужчинам надо понять, что понежнее и аккуратнее женщинам надо. Женщинам надо понять, что меньше эмоций. Мужчине надо в десять раз спокойнее сказать. Вот подружке сколько хочешь. Эй, мушка, за мной, да. Там подружке звонит. Она говорит, да я тебя понимаю. И все нормально. С подружкой вообще нет проблем. А с мужем надо градус сбавить десять раз. Допустим, вы хотите сказать, ты меня обидел. Допустим, вы хотите сказать, а надо как сказать? Слышите, меня так обидел. И вы думаете, что он в этом случае во втором не поймет. Вот он во втором поймет, а в первом нет. Потому что первому так долбанет по сердцу, что он скажет, да че ты мне пристал? Я ничего такого не делал. То есть он подумает, что то, что он сделал, это не стоит такой боли, которую он испытал во время ваших слов. Что вы гипертрофируете ситуацию. А вы не гипертрофируете, вы просто такая эмоциональная по природе. Понятно? Вот допустим, муж с работы приходит, он уставший. Вы знаете, вот женщина, как выглядит уставший мужчина? Вот просто уставший, не злой. Не то, что он вас ненавидит, не любит, что зря за него замуж вышла. А просто уставший. Как выглядит? С работы муж приходит. Примерно. Как выглядит? Знаете? Знаете? Говоротный, злой, раздраженный. Нет, он уставший просто. Не голодный, он уставший, он выкритый. Это значит, он уставший. Значит, голодный тоже так уколотный. Страшно? Да, очень. Ну вот он просто устал. А женщина уславшая, знаете, какую? Не, не так, не так. Вот так. Для мужчин, для всех страшно очень. Какие эмоции уже готовы вырваться на руки. Дай только один знак. Дай маленький повод, вот так. Мизинчик покажи. Ну просто она устала. Вот если, допустим, вы любите ребенка, он бежит. Жутко просто. Как мать воспринимает? Думаю, что устал ребенок. Она обвиняет. Понимаете? Почему? Потому что ей Бог дает любовь. Вот правильную божественную любовь к ребенку. Бог женщине дает просто так. Не, а женщина бежит, он ногами топает, кусает птицю. Ну нормально, ничего страшного. Заживет. Так? К ребеночку так? А к мужу почему не так? А то он орет какой он. Ничего, ничего страшного. Он устал. Мяу. Он же уже не ребеночек. Есть, допустим, ребеночек маленький, когда он рычит тоже. Маленький ребеночек. Очень интересно такое животное. Приятное такое. Маленький ребеночек. Прикольно, да? А если большой? Уже не прикольно. Вот этот маленький ваш мальчик отличается от мужа просто и все. А то же самое. И тот рычит, и этот рычит. Просто он еще маленький, он маленький еще вот так рычит, не по злому. А большой уже. Вот и все. Да? Когда прятаться. Когда прятаться, да? Да. Вот смотрите. Когда собака хочет укусить, она поджимает уши, нагибается и бежит, как будто она не при дела. Вот тогда она злая и хочет укусить. Она просто это делает для того, чтобы никто не помешал. Из-под тяжка. И текать. Как же мужчина тоже, если он ниже такой, значит он просто устал. А если он постоянно, по-настоящему хочет что-то сделать плохое, он не будет показывать видео. Тогда надо бежать уже. Пойдемте. В остальных случаях просто устал. 90% женщина и мужчина устают, поэтому ругаются. 90% ругаются. Поэтому здоровый образ жизни – это основа жизни. Надо всегда муж с работы пришел и в ванну сразу пихать. Ваня полежал уже, ааа, какой-то нормально. Если человек волевая, как бы он устал, у него сил нет, он садится в телевизор, надо его на улицу погулять 15 минут. В парк просто погулять. И потом весь день, весь вечер прекрасно. Надо ему подарить силы. Все это когда уставший, он бежит с работы, потом раз, в телевизоре сидит он. У него нет волевой силы, он тупит. Смотрит. Мертвый не потеет. Вытаскиваешь его, ну, если, конечно, вытащится. Если он тебя любит, благодарен, пойдет с тобой в парк гулять. Так личная граница означает самодостаточность. Как определить, что слишком близкие отношения к человеку строишь? Ты устаешь от этих отношений, и он наглеет. Вот два признака, что слишком близкие отношения. Ты устаешь, он наглеет. Как слишком далекие отношения. Это значит, что он постепенно остывает по отношению к тебе, перестает любить. А ты чувствуешь, как будто развивается пустота какая между вами, холод, пустота. Нет контакта. Значит, слишком далекие отношения. Нет контакта. Или слишком близкие, слишком далекие. Но как человек может определить, если он зависит от другого человека? Любовь-зависимость никогда не дает шансов. Поэтому надо менять на любовь к Богу. Любовь-зависимость на любовь к Богу. Если человек верит в Бога, то у него появляется самодостаточность. Или правильное, развитое, сильное чувство собственного достоинства. Его оскорбляют, он не унижается. Его восхваляют, он не гордится. Он не слишком сентиментарен и не слишком строг. Уравновешенный человек, ровный. Не вниз не идет чувство собственного достоинства. Не вверх, не влево, сентиментальность. Не вправо, строгость, грубость. Не суета вперед, не депрессия назад. Оно стоит на месте. Это значит, что человек сильно, фундаментально заземлен Богом. То есть, Бог его очень крепко наполнил. То есть, у него много сил внутри человека. Называется уравновешенный человек. От которого ничего не выводит из равновесия. Надо к этому стремиться. Когда человек в таком состоянии находится, он естественным образом начинает устанавливать правильное отношение с людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова